Красные маки сегодня можно увидеть по всей Украине. Люди вышли на улицы, чтобы почтить память своих близких, воевавших против нацистов во Второй мировой. В Днепре, в день памяти и примирения на площади героев Майдана собрались сотни горожан. У всех на груди прикол от мак, символ памяти погибших во Второй мировой войне. От площади колонна прошла по главным улицам города. Завершилось шествие в парке памяти и примирения, который в 1946 году был обустроен на месте военных захоронений. Елена Карабутова ежегодно приходит сюда возлагать цветы. Возле памятного знака отслужили молебен по погибшим. Почтили их память минутой молчания. А во Львове день памяти и примирения провели в Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Около тысячи курсантов зажгли в лампадке в память о погибших во время Второй мировой войны. Почти память пришли и дети участников АТО. Это заход, в честь которого я могу сказать про тот же халявый час Второй мировой войны. Потому что в моей семье двое моих прадедов принимали участь. Один из них погиб в боях под Харковом. Другий провоевал, пришел до самого Берлина. В Ивано-Франковске минутой молчания почтили память погибших у мемориального комплекса Братское кладбище. Жители города возложили цветы к могилам солдат. Для ветеранов, а в городе их осталось всего 30, организовали в областной филармонии торжественный концерт. В Запорожье, в день памяти и примирения, жители города собрались на Аллее Славы. Подожечь вечный огонь здесь доверили троим, ветерану Второй мировой, участнику АТО и курсанту военного лицея. Погибших на полях сражений во Второй мировой почтили минутой молчания, после чего участники акции украсили красными маками памятное панно. Но мы должны простить все то, что было. Людей еще мало, но этот праздник созревает. Он обязательно будет очень большим праздником, такой же, как и День Победы. На Аллее Славы у памятника неизвестному матросу в Одессе вспоминали и фронтовиков Второй мировой войны, и солдат, которые погибли в АТО, защищая независимость Украины. У многих, перешедших к мемориалу, на груди символ этого дня – Красный Мак. Сейчас, на жаль, история повторится. Помнимо всех военных, которые бороли свою землю и дегрессоров. Здесь же состоялась совместная молитва представителей разных конфессий.